скоро будем расставаться так посмотрим много ли писем ну сегодня поживее да сегодня смотрим так брат железов привет еще раз говорю если буду говорить историю мы войдем вместе плечо к плечу вот сделать не одну тысячу фильмов на пару со мной да никто никогда не оценит но это подвиг приветствую всех энтузиастов пишет Егор Томск наверное впервые вижу такое аббревиатуру это здорово у нас прибавляется так Росомахина привет Сомска Комсовольск на море Татьяна Егор Томск теперь пишет о чем о боже Комсовольск моя малая родина жил там до 2010 года потом в Томск и по учебе переехал привет земляки вот мне нравится знаете вот многие перезнакомились прямо тут потому что человек допустим пишет скобка в Томске или там Тюмень уже кто-то другой который живет поближе уже может с ним связаться напрямую ну как напрямую прямо здесь же общайтесь не жалко так Татьяна чего-то тут Мирослава Юлия Шушакова добрый день всем Мирослава вот вот Мирослава попала мне на язык все теперь не это самое терпи подруга ой какая подруга я тебя дочкой зову ты за меня дочка Ревера добрый вечер Башкирии Виктор Казаков здравствуйте Бухтияров всегда на месте из Казахстана Ричикина тоже всегда на месте спасибо Рена не забываешь про вебинары Татьяна Федосеева здравия снова Егор коллеги тут только новички или уже есть у кого кто-нибудь село плодоносил оставьте контакты кому не сложно интересно пообщаться с действующими садоводами надеюсь обмен контактами не запрещен в чате никогда ничего не запрещаю я стараюсь чтобы вы все перезнакомились единственное Егор я вам что скажу а это 198 вебинар вы и кто старики вебинар вебинарные старики вы прекрасно знаете на каждом вебинаре я привожу один-два-три примера плодоношения а Егор он по моему не знает что позади 198 вебинаров вот и спрашивают и только новички тут в основном старики новичков у нас всегда мало и было мало и будет мало с удовольствием задыхается умирает поэтому мы еще держимся мы вот видели вот тут больше половины это ветераны вот ну просто так с вами на контакт никто не пойдет вам нужно как бы сказать а вот надо где вы живете допустим допустим у вас есть какой-то интерес например или поучиться или наоборот может организовать какую-нибудь компанию небольшую вы знаете вот отпочковалась есть такая мой пример вот и города для вас говорю есть такая удивительная девушка вот она не просто девушка эта девушка это дочка самого великого латинкова для нас он велик вот а дочка его решила продолжить его дело и получается что получается что она вроде бы новичок но у нее знаменитейшая фамилия и вот она взяла и пишет мне а я там создала канала нет не канал сообщество собственно а нас уже 70 человек вставляете сразу вот и вы можете это мы же ничего про вас не знаем его например вас в образовании какое фактически большинство из нас это трудяги часть больше больше части даже половина среди нас это инженерный корпус наш российский корпус электрики механики монтажники эти самая если есть такой допустим уникумы к которая не инженер так и они любого инженера за поезд вроде макарова или например меженого вот у которых персики деревьев персиков ломится но в основном все таки ну как сказать то непонятно пока какому сословию вы принадлежите какая ваша задача поучиться или создать свой этот самый вот но судя по вашему вопросу вы сами новичок но про то что здесь в основном зубры сидят вы еще не знаете вот в основном зубры да я не преувеличил еще раз говорю 10 23 чеку сейчас могут по академиях читать лекции причем с гигантской пользой гигантской так продолжаем снегирёв доброе время не суток сергей кузнецов казачинская приветствует мы вас приветствуем сергей так муза добрый вечер у кого не те все были борьбы с кротами это не ко мне замучили селиться под саженцами там земля плодородий делают такие норы что корни в воздухе висят и тушки не помогают коты их не ловят в это редкий случай когда мне нечего вам помочь один раз один из наших стариков ветеранов взял и прислал мне фотография они у меня есть просто это настолько тема такая скользкая что я показывал публиковал но уже дальше боюсь и так у него него шланг ой говорит не говорит шланг под землю выхлопнуем газами травит не знаю надо ли было это говорить я и людей жалею и деревья жалею и кротов жалею так бухтияров жара 27 30 это казахстан неделю не были на участке сегодня смотрю листья на абрикосах и 4 4 года и сеянцы блестят а с нижней стороны листья все в тле стоянные абрикосы крайне редкий случай это значит абрикосы больны пришлось срочно прескать ядом на яблони и вишнях тли нет так 3 года на сеянцы абрикосы тли не было вот завелась это конечно жара им очень тяжко пришлось они ослабели тля заводится именно на абрикосах на вишнях на черешнях на сливах венгерках на грушах только когда они заболеют на здоровых не увидите никогда ни одной тлинке вот нормальное состояние ну что делать когда более беззащитные яблони и сливы инклоды вот тут уж никуда не поделаешь тут уж каждый год с ними надо бороться а то что у вас вдруг появилась тля на абрикосах это сигнал тревоги и то что вы опрыскивали ядом да сергея ядом опрыскивает питомник это нормально и а у вас тем более для опрыскиваете ядом тут я вам это ничего не скажу против лобасов добрый вечер юлия привет из сельской области вам привет дорога на наш человек так у него мое ну-ка ну-ка гражданин дороганов чем у нас добрый вечер в этом году плоды у меня от ваших саженцев бай 45 грамм так ладно королевский 58 грамм черный образ 30 грамм амур 30 как уносили два сеянца 1 25 2 30 ярко-рыжий сладкий по вкусу аромата не уступает королевского то есть пока зеленый 10 штук ваши сеянцы на третье лето ну что я скажу а живете в юг-кетеринбурге актеринбург называется средний урал еще не северный но уже и не южный сувенир востока еще не созрел ну то есть дозреет будет 40-50 грамм ну чего скажу вы когда держали сувенир востока 120 грамм а я держал это еще был не мой сад был такой удивительный человек один из моих лучших друзей царство его небесное фамилия его чижик вот я обнаружил сувенир востока у него 15 1 30 граммовая на других 40 граммовая на третьих 50 граммовая на четвертом 60 на пятом 70 а я тогда не вникал его агротехнику я сам был такой же зеленый а он ты был зеленый ну как вот такая стопка превосходное хозяйство я сейчас я вам покажу величайшую подность которая сотворила редакция величайшую она даже сказалось я считаю на будущем садоводства провокация была дикая но это потом я вас интригую на следующий вебинаре вы увидите страшную картину современного садоводства страшно которая меня касается да вот как меня князю грязи и вот получилось так что у него 15 деревьев а все разные а я растерялся плоды попробовал на самом крупном были плоды 120 грамм невероятно ну ладно они интересны были как все дерево плодах на данном дереве 30 и 40 и 80 и 100 120 и держал эти огромные плоды я был в шоке вот благодаря таким как чижик не сам я никогда себя не возвеличивал сварству небесному великому садоводу чижику николай иванович племянница которая его хоронила говорит перед смертью вас поминал валерий кассет вас и кого-то меня железо я был единственница который после перед смертью соединяла его с этим миром земным и вот я беру хорошо запомнил думаю придет зима а я возьму черенки там где самая рясная но не самые большие плоды были но они были восьмидесятиграммовые страшнейшая зима 2000-2001 год страшнейшая за 40 за 40 за 40 весной приезжаю в осад летом он тогда все нормально был живой все нормально инвалид но активный всего два дерева выжило и одно из них то с которой я брал черенки и теперь эти черенки ваши будут ваши были наши вот ваши и косточки именно сегодня я собрал первые 80 косточек из-под этих деревьев созрели переспели вот пожалуйста поняли меня да и вот это вот пример яркий яркий пример здесь написано сувенир востока не смотрел грамм сорок пятьдесят ничего будет 100 граммовая я не успел довести все это дело до ума но не успел я пошел по другому пути я начал поливать на абрикосы выдающий результат а потом короткая смерть биологическая несовместимость ну а дальше что говорить я же не говорю что у меня розами все усеяло ну вот меня навеяло когда вы написали что когда он созреет он будет 50 грамм спасибо вам за эту новость сергей наталья перепенка добрый вечер у меня шелковицы одежда лиза отросла два саженца по инструкции алексеев выслуживайте весной ночью поздравляю наталья наш процесс продолжается и что интересует ну что за этот самый алексей короче почему не стал монополистом почему разбрасываешься тебя бы еще маркетинг это это самый снова миллионером и это разбрасывается раздарил называть теперь любое научится отважа этому самому серенкованию любое научится и пошло поехало сегодня их сотня на всю россию а завтра будет тысячи опыта миллион вот я вас отругал так добрый вечер у меня шуковицы продолжаем лобасов леонид недавно натурся на видео про приходится средний полосец белорусского плода питомника видео упомянулся свой бай интерес откуда взялся бай ссылка на видео предлагаю так но видео когда я открываю это хуже нет сразу расходятся изображение и моя же то есть в общем технически мы договорились в ссылке не открываем вот давайте я ее скопирую сейчас я такое было помните скопирую потом потом забыл вот так всегда были бывать вот смотрите здесь остановился так тогда вот здесь скопирую вот она ссылка чтобы я заметнее было вот так вот делаю и вот так вот делаю иначе не вспомню потом разберемся вам же я доложу на следующем вебинаре вот сорт бай он я тут ни при чем если бай возможно это бай но большинство случаев это когда название свято берут у меня королевский взяли вы знаете из царские дорогах у нас в соединенной европейской россии даже среди ученых и сашка королевского он извините пошел от меня так бывает вот бай или левицкого от меня а здесь просто бай говорят что он мой или не мой 50 на 50 вот вам интересно другое дело что настоящее это бай вы знаете что такое бай а вы знаете что граняный стакан это может я покажу но все еще раз покажу это нет бы в этом позвать меня черный бай у меня есть весы электроны нет он взял положил его на стакан награненный который больше горлышко стакан вот такой плод бая и сфотографировал решил достать и гадаем ну судя по фотографии что носу грамм а потом мы ссылку глянем и скажем он или не он но при большом уровне 40 50 и 60 грамм вот пока не вижу ссылку больше добавить нечего а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok